Добрый вечер. Режиссер Новокоммерческого театра «Грань» Денис Бакурадзе всегда отличался высочайшими требованиями к каждому своему спектаклю. Для своих постановок он приглашает лучших специалистов со всей страны. Так, например, над последней премьерой работал Иван Истегнеев, один из лучших хореографов России, который получил за свои спектакли уже три «Золотых маски». И сегодня он гость в нашей программе. Иван, нам всегда казалось, что вот то, что мы видим на сцене театра «Грань» и вообще все, что делает Денис Бакурадзе, в том числе и в Москве, это его какое-то авторское видение, но оказывается, ему нужна серьезная помощь хореографа. Вот насколько вам легко с режиссером понимать друг друга и реализовывать потом его фантазии в движении актеров на сцене? Ну, во-первых, мне кажется, что такая тенденция работы с хореографами современного танца, она довольно закрепилась уже в своих позициях, по крайней мере, в Москве, потому что театр, несмотря на то, что он активно развивается, ему просто как глоток свежего воздуха. Нужны какие-то новые инструменты в работе с артистами и вообще как бы в устройстве репетиционного процесса. И поэтому, ну, то есть вот мой круг коллег, там, моего возраста, они все довольно активно заняты хореографы, которые работают в разных театрах. И всегда это очень большой спрос просто со стороны режиссеров, которые так или иначе интересуются каким-то современным именно театром, работа с хореографами современного танца. По поводу моей работы с Денисом, ну, сложно сказать, возможно, за один проект, потому что он все равно требует какого-то подхода не только художественного, но и менеджерского. То есть и Денис, и я мы работали не в своем театре, это проектный театр в Театре нации наш, наша первая встреча была. Вот, и, ну, я могу сказать, что у Дениса есть абсолютно точное какое-то ясное эстетическое представление о том, как он хочет видеть свои проекты на сцене. Вот, и это очень сильно помогает в отношении выбора каких-то методов работы с актерами. То есть я, например, точно понимаю, что в его театре невозможно, вот, и не предлагаю этого, вот. Что в его театре невозможно? Ну, например, просто некое поведение и атмосфера, ну, то есть атмосфера на сцене, поведение вообще артиста в мезосцене. Есть какие-то просто эстетические коды, которые, возможно, даже сам, как это часто бывает, режиссер и не формулирует, но ты это считываешь через какое-то количество репетиций. А как, в принципе, режиссер объясняет хореографу, чего он хочет? Да, обычно, честно говоря, никак. Ну, то есть, обычно это какой-то вначале, не знаю, короткий диалог, разговор, если люди в первый раз встречаются. Вот, дальше, на самом деле, это больше вопрос работы хореографа с артистом, потому что, ну, понятно, что очень изменился вообще там подход к хореографии. Это не то, что мы там приходим, делаем какие-то танцы вставные в спектакль, да. Мы, в принципе, осуществляем такой коучинг с артистом. То есть, это прям, вот, идем, и от поворота головы до, там, не знаю, движения мизинца стараемся застроить тело на сцене, в той или иной мизинце. Вот, а, конечно же, опираясь на какую-то аутентичную, ну, как бы, аутентичную какую-то телесность и вообще язык самого артиста. Вот, и в моем случае обычно это в большей степени работа с артистом и какой-то фидбэк со стороны режиссера. То есть, он приходит, смотрит там на занятия или на класс, или на просто какие-то импровизации, и мы потом обсуждаем и смотрим туда это или не туда. Вы чаще работаете в Москве, и, на самом деле, насколько там сейчас востребована современная хореография, насколько в высоком уровне она находится, потому что мы привыкли понимать, что у нас есть хороший классический балет, но это не совсем то, чем обычно, современная хореография, это не то, чем мы сильны были, во всяком случае. Насколько сейчас российская школа на высоком уровне, потому что, наверное, в Самаре мы все-таки пока еще не видим того, чтобы современный балет активно развивался и интегрировался, в том числе, в театр. Ну, да, тут очень много разных, в общем, и с точки зрения того, как вообще развивается история современного танца в России, и что на данный момент происходит. С одной стороны, можно сказать, что само поле современного танца, оно просто действительно стало гораздо шире, и тут на это многие вещи влияют. То есть вообще меняется, ну, как бы современная жизнь, людям хочется больше выражать себя свободно, там, и просто на таком социальном уровне очень изменился контекст жизни, мне кажется, то есть, не знаю, даже по сравнению с 90-м или 2000-м. С другой стороны, если говорить про какие-то конкретные художественные результаты, то их не так много, к сожалению, потому что в любом другой, там, не знаю, стране, по крайней мере, если мы говорим про Европу, современный танец, это как такой отдельный жанр, который имеет либо государственную поддержку, либо механизм поддержки данного жанра, искусства, он в той или иной степени развит. Вот, к сожалению, у нас в России это по-прежнему очень такая глубокая инициатива и энтузиазм очень конкретных людей. Это связано с очень большими городами, потому что там миллионники и большие, то есть это города, в которых всегда есть как минимум один, там, не знаю, именитый коллектив, там, как, не знаю, в Екатеринбурге провинциальные танцы или в Челябинске театр Ольги Поне, то есть есть, скажем, какое-то количество мощных с точки зрения вообще российской карты театральных танцевальных коллективов, которые, конечно же, имеют свой статус, имя, гастроли и так далее. Вот, но вот эта связь и на самом деле связь вообще современного танца как жанра со зрителями, она очень близкая, то есть это ошибочно думать, что балет, например, это какое-то более понятное искусство или более доступное, оно, как бы, я считаю, что менее доступное и по билету, оно менее доступно и по, как бы, по сути, да, потому что, ну, для того, чтобы тоже разбираться в балете, нужно очень много смотреть балет, вот, так же, там, как и опера. Вот, современный танец, несмотря на то, что он, ну, в каком-то смысле очень авторское искусство, то есть оно все равно гораздо ближе к открытии к обычному зрителю и независимо от того, есть ли у тебя фактически опыт восприятия или видел ли ты современный танец, то есть, в принципе, человек, который пришел, посмотрел спектакль современный танец первый раз и открыт к новому, на него может произвести это очень большое впечатление, вот, то есть в этом смысле в балете все чуть-чуть по-другому, то есть тебе нужно как-то быть восхищенным, там, не только восхищенным эстетикой классицизма, да, и какой-то там формы телесной, но и действительно разбираться в этом жанре просто. Ну, это с точки зрения зрителя, а вот с точки зрения исполнителя, чего, может быть, не хватает в России, есть ли у нас какие-то... Фактически всего. Не хватает, ну, не хватает, во-первых, какой-то, не хватает структуры, что я имею в виду под структурой, то есть у нас огромное количество прекрасных, действительно талантливых танцовщиков и в том числе даже хореографов, но в основном это все убирается в то, чтобы сделать какой-то спектакль, для этого, ну, как в любом театре, нужны какие-то составляющие, этих составляющих, к сожалению, в современном танце нету, то есть практически нет площадок, которые фокусируются на современном танце, на показе, нету продюсирования этих проектов, то есть в основном люди находят какие-то сами средства, подтягивают, ну, в лучшем случае спонсоров, но очень практически невозможно получить какую-то там субсидию, например, или какие-то значительные бюджеты, чтобы сделать действительно спектакль на уровне, потому что современный танец, он требует, это тоже интересно, что он требует довольно интересных вложений с основной стороны, ну, то есть это артисты, которые должны быть в тренинге, и, соответственно, люди, которые должны располагать просто временем, находиться в постоянном тренинге, там, не знаю, в работе, то есть не заниматься ничем другим, соответственно, у них должна быть какая-то зарплата. Это производство спектакля, которое требует гораздо больших площадей просто, как минимум, студий, да, то есть, ну, довольно сложно репетировать, там, например, в такой студии спектакль современного танца, а, например, театр, даже какой-то, ну, там, большой формы спокойно можно, большую часть процесса построить в небольшом пространстве, да, и дальше очень много, ну, как бы, факторов, да, то есть все-таки люди в России привыкли, как бы, исторически просто ходить, там, на драматический спектакль, и они просто не знают, что такое современный танец зачастую, да. Вы пробовали сладкое? Попробуйте и горько. Нельзя заставить мужей не подчиняться быстрому течению времени и не ставиться. Этот внутренний запрос, например, у зрителя есть, но есть какой-то такой, но есть такая все равно дистанция между тем, что на самом деле происходит в жанре и что происходит, то есть, по факту, да, то есть, есть ли достаточное количество крутых спектаклей, там, или каких-то действительно интересных художников в современном танце, и их, к сожалению, не много. А почему их не много? Мы совершенно просто, ментальность наша не подходит для современного? Это в том числе, да, ну, ментальность, и есть, как бы, такой, такой момент, наверное, ну, немного, потому что время другое. Сейчас, мне кажется, вообще художников не так много, то есть, грубо говоря, современный танец, вот, когда в 90-х, там, в разных городах вспыхнули какие-то имена, это была такая интенция, связанная со свободой и просто желанием, как бы, вопреки каких-то обстоятельств делать что-то необычное на сцене. И там было много китчей, мне кажется. Да, да, да. То сейчас, как бы, сейчас очень растворились просто ориентиры, по факту, вот, и, ну, то есть, мне кажется, для какого-то большого, ну, то есть, сейчас, там, скажем, очень развито, там, последние 10 лет больше, там, какие-то, какой-то акционизм, например. Ну, даже то, что мы, в первую очередь, видим в интернете, если мы ищем, там, информацию, связанную с вашим именем, это золотые маски, которых было, я так понимаю, две и... Три уже. Три уже, да. И все они были связаны как раз с вашей работой в театре. Да, у нас есть своя компания, которая базируется тоже в небольшом городе, чуть больше, чем Новокуйбышев, город Кострома в Золотом кольце, вот, у нас там же также находится своя площадка небольшая, вот, и, собственно, компания, где я являюсь художественным руководителем, да, у нее есть свой, своя, в общем, активность очень разная, и в том числе основное – это создание спектаклей, и вот, получается, за последние, там, сколько, шесть или семь лет мы практически, там, мы каждый через год получаем номинацию, и вот трижды мы являемся лауреатами премии за лучший спектакль. В чем секрет тогда? То есть, получается, маленький город может дать возможности для того, чтобы это создавать, или это, в принципе, не имеет? Секрет как бы персональный, мне кажется, в том, что, типа, что есть, там, люди, которые хотят это делать, когда наш спектакль, там, первый наш спектакль номинировали на маску, это был тоже определенный нонсенс, потому что, ну, там, спектакль с четырью танцовщиками, с очень какими-то простыми, там, костюмами и вообще черным столом, вот, становится, там, лауреатом премии, то есть, в этом смысле, до этого это были какие-то все-таки более крупные работы, там, не знаю, на 10-12 танцовщиков, то есть, большая такая форма, вот. Я думаю, что, ну, наш, как бы, это, не знаю, секрет или не секрет, это просто, как бы, особенность в том, что артисты, ну, то есть, артисты у нас в компании имеют очень разный опыт, то есть, у нас в том числе есть, там, с одной стороны, какой-то актерский драматический опыт, с другой стороны, хореография, вот, и мы очень активно развиваем именно авторство в работе со всеми членами команды, то есть, каждый является здесь автором, вот, мы очень активно работаем тоже с привлечением разных, там, хореографов, режиссеров к нам в компанию, чтобы таким самым образом наращиваем очень такой эклектичный, но при этом свой опыт. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спектакль, который вы поставили вместе с Денисом Букрадзовым в Новокуйбышевске, насколько он был бы другим без вас? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, то есть, однозначно просто другим. То есть, как это, как бы, тут очень сложно выделить, то есть, конечно, там, Денис, как режиссер, отвечает за концепцию, идею, организацию вообще артиста с точки зрения, там, пьесы и так далее, но, собственно, как бы, тот, тот, на том языке, на котором они разговаривают, Конечно, он так или иначе отражает предыдущие спектакли театра «Грань», но то, что получилось с новым проектом, я думаю, что это абсолютно совместный результат и форма. Спасибо вам тогда за вашу работу. Спасибо. Еще раз вам спасибо. Новый выпуск программы смотрите в эфире телерадиокомпании «Губерни» совсем скоро. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!